Ольга Александровна, удивительно, в одно лето театр потерялся интервалом во сколько дней Папанова и Миронова? В 9 дней. Папанова и Миронова, двух таких звезд. Театр не прервал при этом гастроли в Риге и их хоронили без театра. Вообще, с точки зрения человеческого, удивительный факт. Нет, хоронили с театром. Театр все свободны. Латвийская производила самолет бесплатный. Андрея, правда, повезли на машине, на льду. Это было ужасно. Я провожала такой рафик, типа, да, и лед. И вот там стоял даже не гроб, а просто он в простыне закутанной лежал. Да, вы что? И за ним ехал, по-моему, Гриша Горин, еще кто-то. А кто был свободен от спектакля, сели в самолет и... То есть театр не прервал гастроли? Не прервал. То есть вместо спектакля, когда умер Попанов, вместо спектакля, где занят Попанов, играл Андрей свои творческие вечера. Мы играли на двух площадках, понимаете? Поэтому играли творческие вечера. А когда умер Андрей, и я, и Зяма Высаковский, кто-то еще, играли тоже свои творческие вечера. Я Андрея не хоронила, я как раз была занята. А Толю я хоронила. Ездили там всего пять человек. Державин, Нина Архипова, я Ткачук. Такой удар по театру, да? Двух таких характеристик. Там отдыхал Друцци. И он Друцци. И он Друцци. И он сказал, библейская история. Вот это как библейская история.